Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители! С вами Вячеслав Котляров. В Харькове, 3 часа 29 минут, 25.07.2016 года. Как я и предполагал, мой ролик «У нас три Антарктиды» вызовет не совсем однозначную реакцию. И, возможно, я с ним поспешил. Все-таки надо было с Олегом записывать этот ролик. Потому что то, что мы обсуждали в течение двух часов, я попытался в две минуты вложить. По поводу вопроса сот. Я неоднократно говорил и повторю. Вы посмотрите на свою ладонь. Она вся полностью из сот. Сота – это ячейка. Сота – это частичка. Сота – это сотая часть чего-то. Это не обязательно шестигранник. Я понимаю, что очень сумбурный ролик получился. Причем я неоднократно повторял, я делал все наизнанку. Вначале я записал видеоматериал, а потом пытался к видеоматериалу рассказать свои мысли. Но теперь я так делать не буду. Теперь я сейчас классика жанра. Пишу голос, а потом уже по возможности буду украшать его видеорядом. Запуск подобного рода информации, я вам скажу насчет трех Антарктид, лично для меня не особо принципиально важен. Сейчас я объясню, что имею в виду. В основной упор – это расшевелить наши нейроны мозга. Вот Олег Кныревич – это же на самом деле яркий пример того, что человек раньше думать не думал о сотовом мироустройстве. А провел такие умопомрачительные, в моем понимании, математические исчисления. Это наглядно, что информация, ту, которую я постоянно предпринимаю попытки передать, она заставляет людей самостоятельно подключаться к информационному полю. Я в роликах иногда говорил, что после услышанной информации, вы без особого труда сможете ответить на тысячу вопросов, которые задавались на протяжении всей своей жизни. Поэтому не стоит так болезненно реагировать на мой ролик 9-минутный. Я творческий человек, а знаете, как в творчестве, есть хорошие произведения, есть не очень. Поэтому не судите строго. Я делаю то, что на данном этапе считаю крайней степени необходимо. И приведу пример с роликом «Сотовая земля Велеслава». Ну, во-первых, почему я... Кто-то спросил, почему тут «Сотовая земля Велеслава». Сотовая земля – это уже бренд. То есть человек, который гуглит «Сотовая земля», ему уже выдается информация по моим роликам. То есть я леплю сотовую землю туда, куда нужно и куда не нужно. Для себя я на будущее решил разделить. Если «Луна дала ответ», то это в основном... И также ролик «Луна дала ответ», я же за него стартанул самый первый, помните? Тоже своего рода бренд. Что я хочу сказать. Если в ролике вы видите надпись «Луна дала ответ», значит, это преимущественно в 98%. Это только я буду говорить в ролике. Вот как вот сейчас. Скорее всего, это тоже ролик будет называться «Луна дала ответ». Название еще пока неизвестно. Оно появится. А «Сотовая земля» – это будет там либо я, либо мои работы. Вот, допустим, я хотел вам, дорогие и уважаемые зрители, именно показать свой ролик «Сотовая земля Велеслава» по разным, скажем, аспектам. Ну, самое основное, мне хотелось, как творческому человеку, показать, как я умею с монтажом работать. То есть, я взял песню, очень шикарную, Велеславе огромное спасибо за ее вклад в общее дело. Вот, и хор, который мы слышим, песни просто для меня, как на сердце, как колокольные перезвоны, радость дает и силы. Вообще, хоровое пение – это вообще, конечно, шедевр. И ролик с Велеславой, ну, в первую очередь, это, конечно, мне как творческому человеку захотело себя проявить. Ну, взять и фильм, который идет там два часа, выбрать из него, ну, очень, на мой взгляд, интересные моменты. Я ролик делал, вот, он мне чуть не погиб, ошибку допустил и чуть его не убил. Ну, благо, сохраненка была. Вот, и я его восстановил. А на тот момент, вообще, когда я писал ролик при Антарктиде и Велеславу, это уже шли вторые сутки, когда я не спал. То есть, человек именно в таком состоянии, немножко уставшем, очень, очень стремился вас порадовать, в буквальном смысле этого слова. Очень стремился вас чем-то удивить. И вот, вы знаете, вот, как порой бывает, вот, я неоднократно говорил, что иногда даже негатив, он рождает позитив в моем случае. Вот человек, который все время пишет негативные комментарии, он написал нейтральный комментарий, связанный с роликом Велеслава. И он, сам того не понимая, сейчас просто зародил начало бесед, которое у меня с вами сейчас будет. То, что я всегда говорил. То есть, моськи, они, как, так сказать, как обязательная свита. Они должны всегда находиться рядом, да? Вот, поэтому, что я хочу сказать. Отставил комментарий под роликом суток из земля Велеслава. Голливуд отдыхает? Матрица перед войной с Гитлером? Совпадение? Не думаю. Это, на самом деле, очень типичный пример того, что я пытался объяснить, донести в ролике все предсказа-мусы лжецы. Но мне что-то там... Я хотел больше рассказать, но у меня какое-то шло опять экранирование. То есть, у меня не было сил по каким-то причинам детали. То есть, я сказал в двух словах следующее, что мировое правительство находит предсказателя, сообщает ему, что нужно предсказать. Предсказатель предсказывает. Мировое правительство это воплощает в жизнь. Это если предсказатель, как говорится, ныне здравствует. А если предсказатель ушел в мир иной, то к нему можно уже приписать теперь все, что угодно. Вот я даже с Олегом беседовал. Вот Ванга предсказала, что... Ну, сейчас скажу, чтобы легче было восприятие, что территория под названием Россия будет подниматься. Ну, кто предсказал? Ну, где это предсказание? Ванга жила в то время, когда было кино, телевидение. Ее можно было записать, ее предсказание. Но этого предсказания нету, я вас уверяю. Почему я такой уверенный? Потому что, ну, я в силах своих уже способностей сенсорных, я изучаю с легкостью то, что, благодаря своей сенсорике, то, что порой недоступно в общепринятом плане. Поэтому то, что там кто-то предсказал, это не значит, что кто-то что-то там предсказал на самом деле. Микроскопом для развлекухи, честное слово. Ну, самого как бы удивило, улыбнуло. И в микроскопе, что самое ценное в ролике было, это микроскоп за 27 миллионов долларов. Что под микроскопом весь мир сотовый, да? Вот это и все. А что касается Велеславы, сотовая земля, это я ролик называю нарицательным, то мы видим яркий пример. Глобальный предиктор на тот момент готовил Германию и СССР воевать друг против друга. Для того, чтобы поднять боевой дух советским людям, был снят специально впрок фильм Александр Невский. То есть люди морально были подготовлены. К тому, что внутренне были подготовлены, что на них нападут немцы. Вот. И будет бой не нажись, а насмерть. Ну, вы знаете, как бы по правильной традиции немцев мы можем, в принципе, всех называть, почему кто онемел к нашей речи. Не обязательно немцы, это германцы. Немцы это те, кто знали славянскую речь и утратили возможность на ней общаться. Вот наши предки тех людей называли немцы, которые они имели родную речь. Но мы, знаете, тоже далеко от немцев не ушли. У нас тоже речь, конечно, сейчас настолько примитивна, настолько утратила свои важные каноны. При всем уважении Валерию Чудинову, на мой взгляд, он допускает ряд колоссальных ошибок. Ну, мы все, конечно, мы все люди, мы все допускаем. Но особенно, когда я слышу, что он находит букву Я в надписях, которые были тысячу лет назад, знаю и я понимаю, эти надписи есть. Просто еще 200 лет назад буквы Я вообще не было. То есть, как ее можно читать на скальных иероглифах, если буквы такой не существовало 200 лет назад. Вот эта маленькая, казалось бы, незначительная ошибка, а она же как бы рушит всю прочную пирамиду, которую уважаемый Валерий Чудинов построил. Я очень внимательно и с уважением отношусь к его творчеству. Я считаю, что Валерий Чудинов, вот такого уровня исследователь, у нас, возможно, единственные ячейки, если может не единственные, но самые высокого экстра-класса. Потому что у него на самом деле уже настолько зрение наметано, что он с легкостью читает изображения там, где они есть на самом деле, но мы их не видим с вами. И вот я вот сколько предпринимаю попытки вот в деталях рассказать все-таки, как Нострадамусы работают вместе с мировым правительством. И видите, как в сторону уводит меня все это, все эти... Вот приведу пример, вот когда не было интернета, как темные действовали, это глобальный предиктор. Они перед войной, допустим, раскидывали листовки с самолетов, к примеру, там, ну, в Первую мировую войну, там, на кукурузниках летали, да, и скидывали листовки людям с всякими разными паническими разговорами. Ну, и вы же знаете, это даже где-то там в Штатах, где стоят пять камней, или сколько там каменные скрижали, на которых написано, что население планеты должно быть не больше полмиллиона. Все по-разному трактуют, я своему товарищу за это рассказал, он официальную версию мне озвучил. Зачем мне официальная версия? Я знаю настоящую, как говорится, истинную деталь бытия. Эти пирамиды, это то, что я всегда... Эти камни, это то, что я всегда говорил. То есть, что если вы хотите, чтобы ваше желание исполнилось, вы вначале мысленно его подумали, это на 30% оно у вас уже исполнилось. Потом слух озвучили, это оно у вас уже на 30% исполнило. И еще и записали. И чем носитель круче, тем, я имею ввиду бумага или камень, тем будет больше эффекта. И еще 30%. И 10% остается на волю богов. Мало иметь желания, еще, как говорится, нужно, чтобы небесная канцелярия поставила печать и утвердила ваше желание. Я тоже 20 лет назад желал к вам прийти. Это было тогда вообще настолько вот именно в 20-летнем возрасте, когда вот это все постиг. Ну, не все, основную часть, важную, фундаментальную, сотовый мир. И было огромное желание делиться. Но всему свое время. Всему свое время. Я в 20 лет бы дров бы наломал бы. А так все в порядке. Вот и Титаник тоже. Там же как, вначале мировой предиктор дал заказ писателю, чтобы он книгу написал. А потом построили корабль, причем строили очень, скажем так, хрупкого металла, чтобы похитрее, поудачнее потонул. Есть версии, я слышал, что Титаник не тонул никакой. Ну, версии имеет право жить. Версии имеет право жить. Не принципиально. Титаник, Британик. Главное, что подобные ситуации, трагедии были всегда и везде. Ну, я вот вам приведу пример. Если не ошибаюсь, в 30-х годах была интересная в Америке лотерея, может, сейчас где-то есть такое. Прогноз погоды называлось. Так вот, как там было, дело обстояло. Кстати, с лотереями сразу забегаю вперед, это тоже фейк. Ну, можно там выиграть, конечно, 2-3 рубля, 4 копейки, но джекпот никто не срывает. Там просто, если бы вы знали, как это все работает, ну, сейчас я объясню, как это все работает. В силу современных технологий, получается, все ваши данные присылаются на компьютер всех людей, которые играют в лотерею. Потом компьютер обрабатывает информацию присланную и незачеркнутые номера, те, которые были незачеркнутые, он выдает абсолютно свою комбинацию. Но я знаю, что азартных людей это не остановит, даже если они сто раз слушают. Я знаю, что такое азарт, я понимаю, что это такое азарт. Знаю, что есть люди, зависимые от разных, скажем так, игр, ставок и так далее. Так вот, прогноз погоды. Там в течение недели нужно, допустим, было, собиралась информация, какая будет, допустим, погода в воскресенье. Дождь, солнце. И основной критерий был, это то, что радиоведущий скажет по радио. И вот, допустим, собралось, там люди, скинулись бабок, кучу на эту лотерею, там написали, что будет солнечное, ясное небо и так далее. Солнце, уже не будет. Приходит воскресенье, дождь идет, ливень лупит. Но те, кто лотерею организовал, им несложно дать денежки радиоведущему. И радиоведущий говорит, что смотрите, светит ясное солнце, а результаты уже именно лотереи выиграна она или выиграна исключительно по сообщению радиоведущего. То есть, это до абсурда. Я, правда, не знаю, с нашими людьми, именно с условиями такое прокатило бы. Хотя, думаю, наверное, сейчас все что угодно прокатит. Я немножко с народами хотел сказать в двух словах, что чем по официальной истории народ древнее, тем он моложе. И чем народ по официальной истории моложе, тем он древнее. И вообще, много в нашем мире темные так сделали. В большом процентном соотношении лучше переставлять плюс на минус, минус на плюс. То есть, если они говорят, что это плохо, значит, это большая вероятность, что это хорошо. Или наоборот. Потому что большой процент нас отношения показывает, что наш мир перекроен и изменен до неузнаваемости. Вот, у кого есть детки, вы им поставьте хороший советский фильм, который называется «Волшебный голос Джельсамина» по книге Джани Радари. Вот там вот в этом фильме полностью показана жизнь нашей ячейки. На данном этапе ее развития. Я имею ввиду интеллектуально, морально, ментально и так далее. За пирамиды тоже интересная тема. Постоянно люди спорят бетонные технологии или монолиты. А почему невозможно допустить, что пирамиды были и бетонные, и монолиты? Вот почему либо черная, либо белая, либо белая, либо черная? И как египтологи объяснят наличие пирамид в Европе? Что они нам расскажут? А, они скажут это гора? Пирамиды вообще по умолчанию египетские, они были полностью покрыты, ну, назовем по нашим меркам, белым мрамором. И есть версии, что я, конечно, улыбнулся, что Наполеон пришел в Египет, чтобы построить пирамиды. Ой. Наполеон пришел в Египет, чтобы как раз-то вот эту мраморную плитку сбивать. И сбивать наши древние славянские надписи, символы. Пирамида, она была, она на солнце блестела, как говорится, и сверкала. Ну, она еще выполняла роль современных аналог солнечных батарей. Вообще, пирамиды это вообще многофункциональные агрегаты, так как наши компьютеры, мы можем на компьютере и фильмы смотреть, и музыку слушать, и общаться, и в игры играть, и что-то создавать и так далее. И пирамиды, у них нету конкретного, так сказать, применения. Пирамиды многофункциональны, как наши компьютеры. Еще хочу сказать вот это тоже. Я, честно говоря, даже не знаю порой, что нужно рассказывать. Я уже приводил пример неоднократно. Вот представьте, огромная библиотека, и вы даете мне вопрос, там, какую-то книгу найти. И я в этой огромной библиотеке эту книгу нахожу, и вам ее, так сказать, озвучу. Вот то же самое информационное поле. То есть, даже возвращаясь к ролику, вот, три Антарктиды, вот у Олега Кныреевича до конца не все стыковалось. То есть, он шел четко в фарватере, но не было вот этого, знаете, финального, важного решения подвести, как говорится, жирную черту. То есть, он ходил круг до около, и когда я увеличил тоже соту, ему показал, то есть, все стало на свои места. Вот люди, да, растерялись. То мы жили в шестигранной соте, а теперь мы живем втроем в шестигранной соте. А что будет дальше? Это ж, это ж вообще еще по большому счету только присказка. Это идет аккуратное нащупывание. Это вы уже, уважаемые дорогие зрители, уже подготовлены моими беседами. А представляете, человек неподготовленный смотрит, у нас три Антарктиды. Ну, вообще, никогда не слышал ни одного моего взгляда на мир и вообще не слышал никогда, кто такой, Вячеслав Котляру. Вот как он отнесется. Так, идем дальше. Ну, вот каменный лес. Каменный лес, вы знаете, тоже интересная тема. Почему ее, я не знаю, ставят в разрез с моими открытиями, когда вот это, когда оно все полностью дополняет то, что я сказал. Ну, этот ролик, когда-то наши леса были, точнее, или как он там называется, этот ролик, у нас нет лесов. У меня же есть тоже относительно подробное объяснение этой тематики, связанная с каменным лесом. Ролик называется «Когда-то наши сердца были из камня». И там я не подробно, там я поверхностно пробегаюсь по тем вопросам, чтобы хотя бы максимально объяснить происхождение этих каменных лесов. На всякий случай, еще раз повторю, я ролики пишу исключительно для тех людей, которым приятно слышать меня. Я пишу для тех людей, которым, для которых мне интересно делиться любой моей мысли любой находкой, любым моим наблюдением. Я удивляюсь, какая сила воли у злопыхателей, я уже сто раз говорил и повторюсь, ежики лезли на кактусы, плакали и тем не менее лезли. То есть какая у человека сила воли? То есть человек сидит полностью, смотрит мой ролик, слушает меня, а потом пишет какой-то негативный комментарий. Обалдеть! Ну, на этом, пожалуй, все. С вопросами возможно немножко погорячился, так как я двое суток не спал и был в такой немного взвинчиванной эмоциональной форме. Я скажу так, самый лучший способ, конечно, это ВКонтакт написать, но просто ответ может быть и через неделю, и через две, поэтому это самый идеальный вариант ВКонтакта. В Ютубе я увидел, не увидел вопрос, а ВКонтакте я выбираю день недели, где прохожусь по всем сообщениям и изучаю, поэтому я, как и любой человек, у меня есть настроение и хорошее, и очень хорошее, вот, поэтому болезненно не реагировать. Ну, знаете, я иногда слушал лекции человека, которых я знал заведомо, что он и негатив несет, и сам по себе негативный, но я все равно два-три часа слушал лекции, чтобы в какой-нибудь минуте услышать для себя, так сказать, полезную, важную жемчужинку. Это я к тому говорю, что, как бы, вот этот небольшой ролик, он, на самом деле, не несет супер-мега информации в моем понимании, ну, если грамотно, детально и скрупулезно сделать акценты на те или иные темы, которые я в нем затронул, то, уверяю вас, часовому механизму всегда нужны маленькие шестереночки, как вот это небольшая беседа, чтобы часовой механизм продолжал двигаться. А с вами был Вячеслав Котляров, спасибо большое, что слышали меня, слушайте меня, всего доброго, до новых встреч.